Марк Твен, Миссис МакВильямс и Молния — Так вот, сэр, — продолжал мистер МакВильямс, поскольку разговор начался не с этого. — Боязнь Молнии — одна из самых печальных слабостей, каким подвержен человек. — Чаще всего ею страдают женщины, но время от времени она встречается у маленьких собачек, а иногда и у мужчин. Особенно печально наблюдать эту немощь, потому что она лишает человека мужества как никакая другая болезнь. Ее не выбьешь уговорами, а стыдить больного тоже совершенно бесполезно. Женщина, которая не побоялась бы встретить лицом к лицу самого черта или мышь, перестает владеть собой и совершенно теряется при вспышке молнии. На нее бывает просто жалко смотреть. — Ну-с, как я уже говорил вам, я проснулся от того, что до моих ушей донесся сдавленный и неизвестно откуда идущий вопль. — Мортимер! Мортимер! Едва собравшись с мыслями, я протянул руку в темноте и сказал. — Эванжелина, это ты кричишь? Что случилось? Где ты? — Заперлась в шкафу. А тебе стыдно лежать и спать так крепко, когда на дворе такая ужасная гроза? — Ну как же может человеку быть стыдно, когда он спит? Это ни с чем не сообразно. Человек не может стыдиться, когда спит. — Эванжелина. — Ты хоть бы постарался, Мортимер. Сам отлично знаешь, что даже не пробовал. Я уловил звук заглушенных рданий. От этого звука резкий ответ замер у меня на языке, и я изменил его на... — Прости, дорогая, мне очень жаль. Я ведь не нарочно. Выходи оттуда и... — Мортимер! — Ах ты, господи, что такое, душенька? — Ты все еще лежишь в кровати? — Ну да, конечно. — Встань сию минуту. Я все-таки думала, что ты сколько-нибудь дорожишь своей жизнью хотя бы ради меня и детей, если тебе самого себя не жалко. — Но, душенька, не возражай, Мортимер, ты отлично знаешь, что в такую грозу самое опасное — лежать в кровати. Во всех книгах так сказано, а ты все-таки режишь и совершенно напрасно рискуешь жизнью неизвестно для чего, лишь бы только спорить и спорить. — Да ведь, черт подери, я сейчас не в кровати, я... Фразу прерывает внезапная вспышка молнии, сопровождаемая испуганным визгом миссис МакВильямс и страшнейшим раскатом грома. — Ну вот, видишь, какие последствия? Ах, Мортимер, как ты можешь ругаться в такое время? — Да. Я не ругался. И, во всяком случае, это не последствия. Даже если бы я не сказал ни слова, все равно было бы то же самое. Ты же знаешь, Евангелина, что когда атмосфера заряжена электричеством... Да-да, тебе бы только спорить и спорить и спорить. Прямо не понимаю, как ты можешь так себя вести, когда тебе известно, что в доме нет ни одного грома от вода, и твоей несчастной жене и детям остается только надеяться на милость Божию. Что ты делаешь? — Зажигаешь спичку? В такое время ты совсем с ума сошел? — Ей-богу, милая, ну что тут такого? Темно, как у язычников в желудке. Вот я и... Погаси спичку, сию минуту погаси. Тебе, я вижу, никого не жалко. Ты всеми нами готов пожертвовать. Ты же знаешь, ничто так не притягивает молнию, как свет. Сты, трах, бум, брум-бум-бум. — Вот, послушай, видишь теперь, что ты наделал? — Нет, не вижу. Может, спичка и притягивает молнию, но молния-то бывает не от спички. Ставлю что угодно. И вовсе это не моя спичка притянула молнию. Если там целились в мою спичку, так плохая же эта стрельба. Я бы сказал, что-то вроде нуля из миллиона возможных. Да вдали маунди за такую стрельбу. Как тебе не стыдно, Мортимор? Нам каждую минуту грозит смерть. А ты так выражаешься. Если ты не желаешь... Мортимор! Ну? Ты молился сегодня на ночь? Я... Я хотел помолиться. А потом стал считать, сколько будет двенадцать раз тринадцать. И... Бум-бурм-бум! Бум-бабах-трох! Ах! Теперь мы пропали! Нас ничто не спасет! Как ты мог забыть такую важную вещь, да еще в такое время? Да ведь не было никакого такого времени. На небе не было ни одной тучки. Почем же я знал, что из-за пустячного упущения поднимется такой шум и гром? И во всяком случае, мне кажется, просто нехорошо с твоей стороны придираться. Ведь это со мной бывает редко. После того, как из-за меня случилось землетрясение четыре года назад, я ни разу не забывал молиться. — Мортимор, что ты говоришь? А про желтую лихорадку ты забыл? — Милая, ты вечно мне навязываешь эту желтую лихорадку. И, по-моему, совершенно зря. Если даже телеграмму в Мэнфис нельзя послать прямо, а только через передаточные станции, то как же мое упущение насчет молитвы могло дойти в такую даль? Я еще согласен отвечать за землетрясение. Оно все-таки было по соседству. Но лучше уж пускай меня повесят, чем отвечать «черт знает за что». — Бум-бур-бум-бум-бум-бум! — О, Боже мой! Боже мой! Молния во что-нибудь ударила! Я уже чувствую, Мортимор, нам не дожить до утра. И если это может принести какую-нибудь пользу, когда нас уже не будет, помни, Мортимор, что твой ужасный язык, Мортимор! — Ну, что еще? — Твой голос звучит так, будто ты... Мортимор, неужели ты сейчас стоишь перед камином? — Да, вот именно. Совершаю это преступление. — Отойди от него подальше! Сию минуту отойди! Ты, кажется, решил нас всех погубить. Неужели ты не знаешь, что самый верный проводник молнии — это открытая труба? А теперь куда ты пошел? — Я здесь, перед окном. — Бога ради! В своем ли ты уме? Убирайся оттуда немедленно! Даже грудные дети и те знают, что стоять у окна в грозу — просто гибель! Боже мой! Боже мой! Я знаю, что не доживу до утра! Мортимор! — Да? — Что это шуршит? — Это я. — Что ты там делаешь? — Ищу, где верх у моих штанов. — Скорее, брось их куда-нибудь! Должно быть, ты нарочно хочешь надеть штаны в такое время! — Ведь ты же отлично знаешь! Все авторитеты говорят в один голос, что шерстяные ткани притягивают молнию! О, Боже! Боже! Мало того, что гроза нас может убить, тебе еще непременно нужно самому лезть на рожон! Нет, пожалуйста, не пой! О чем ты только думаешь! — Ну, а что тут такого? — Мортимор, я тебе не один раз, я сто раз тебе говорила, что пение вызывает атмосферные колебания, которые прерывают электрический ток. Для чего ты открываешь дверь? Скажи, пожалуйста! — Боже ты мой! Ну, какой от этого может быть вред? — Какой вред? Смертельная опасность! Всякий, кто сколько-нибудь смыслит в этом деле, знает, что устраивать сквозняк значит привлекать молнию! Ты все-таки не закрыл дверь! Закрой ее как следует! И поскорей! Не то мы все пропали! Какой ужас быть в такое время в одной комнате с сумасшедшим! — Мортимор, что ты делаешь? — Ничего, просто открыл кран. В комнате задохнуться можно, такая духота. Хочу умыться. — Ты, я вижу, совсем потерял рассудок. Если во что-нибудь другое молния ударит один раз, так в воду она ударит пятьдесят раз. Закрой кран! О, Боже! Я знаю, нас уже ничто на свете не может спасти. Мне кажется... Мортимор, что это такое? — Это черт! Это картина! Я ее сшил. — Так значит, ты подошел к стене? Просто неслыханная неосторожность! Разве ты не знаешь, что самый лучший проводник молнии — это стена? — Отойди подальше. А ты еще хотел выругаться. Но как ты можешь вести себя так, когда твоя семья в опасности? Мортимор, ты велел положить себе перину, как я тебя просила? — Нет. Забыл. — Забыл. Это может стоить тебе жизни. Если бы у тебя была перина, ты бы разослал ее посреди комнаты, лег бы на нее и был бы в полной безопасности. Иди сюда, иди поскорей, пока еще не наделал бог знает чего. Я попробовал влезть туда же, но маленький шкаф едва вмещал нас двоих, да и то дышать было нечем. Я чуть не задохся и, наконец, вылез из шкафа. Жена тут же окликнула меня. — Мортимор, надо что-то сделать, чтобы тебя не убило. Дай мне ту немецкую книжку, что лежит с краю на камине, и свечу. Только не зажигай. Дай и спички, я сама зажгу свечку здесь. В книге сказано, что делать. Я достал книжку ценой вазы и нескольких других хрупких предметов, и мадам затворилась в шкафу со свечой. На минуту я был оставлен в покое. Потом она спросила. — Мортимор, что это? — Ничего особенного. Кошка. — Кошка? Да ведь это погибель. Поймай ее и запри в комод. И как можно скорее, милый, кошки полны электричества. Нет, я знаю одно. За эту ужасную ночь я вся поседею. Я опять услыхал глухие рыдания. Если бы не это, я бы пальцем не пошевельнул в темноте ради такой дикой затеи. Однако я принялся лазить кошку. Натыкаясь на стулья и другие препятствия, все очень жесткие и почти все с острыми краями, я, наконец, поймал ее и запер в комод, поломав долларов на четыреста мебели и понаставив себе синяков. После этого до меня донеслись из шкафа приглушенные слова. Мортимер, а ножки стула должны быть изолированы непроводниками. Это значит, что ты должен поставить ножки стула в стаканы. Пф, бом-бах, трах! Ох, ты слышишь? Скорей, Мортимер, пока в тебя не ударило. Я кое-как ухитрился найти и достать стаканы. Уцелели только четыре, все остальные я разбил. Изолировав ножки стула, я попросил дальнейших инструкций. Мортимер, тут говорится, «Вернт eines Гевиттерс «энтфэрнэман Мэталли, «визэнбэ, ринги, урэн, «шлюсэл, эцэтера, «вон сич энтхэлтэсич «аух нич ан solchen «стэлэнав, «во филле Мэталли «бай аэнанда «лигэн, «одэрмит андэрн Кёрпэрн «фэрбундэн зинт, «ви ан Эрденэффэн «айзенгиттерн «удэээ». Во время грозы держите подальше от себя металлические предметы, например, часы, кольца, ключи и так далее. Не оставайтесь в таких местах, где они огромождены или находятся в соединении с другими телами, например, около плиты, печи, железной решетки и тому подобное, немецкое. Что это значит, Мортимер? Значит ли это, что нужно держать металлы при себе или что их нужно держать подальше от себя? Я право не знаю. Что-то как будто запутано немножко. Все немецкие советы бывают более или менее запутаны. По-моему, все-таки это предложение почти все в дательном падеже, но и подмешано чуть-чуть родительного и винительного на всякий случай. Так что, я думаю, это скорее значит, что надо держать металлы при себе. Должно быть, так оно и есть. Само собой разумеется, что так и должно быть. Понимаешь, это вместо громоотвода. Надень свою пожарную каску, Мортимер, она почти вся металлическая. Я достал и надел каску. Вещь очень тяжелую, неуклюжую и неудобную жаркой ночью в душной комнате. Даже ночная рубашка и та оказалась мне лишней. Мортимер, я думаю, для туловища тоже нужна защита. Надень, пожалуйста, свою ополченскую саблю. Я повиновался. Теперь, Мортимер, тебе надо как-нибудь защитить ноги. Не наденешь ли ты шпоры? Я надел, не говоря ни слова и едва сдерживая раздражение. Мортимер, тут говорится, «Бить в набат во время грозы очень опасно, так как и сам колокол и тяга воздуха, возникающие при звоне, и колокольня благодаря своей высоте могут притягивать молнию». Немецкая. — Мортимер, значит ли это, что опасно не звонить в колокола во время грозы? — Да, кажется так. Если причастие прошедшего времени стоит в именительном падеже единственного числа, а, по-моему, оно так и есть. — Да, я думаю, это значит, что при большой высоте церковной колокольни и отсутствие люфтзюк воздушной тяги. — Очень опасно, зер гехерль, не звонить в колокола во время грозы. Тем более, видишь ли, что самая расстановка слов... — Оставь эти пустяки, Мортимер, не трать драгоценное время на разговоры. Возьми большой обеденный колокол, он там, в прихожей. Скорей, Мортимер, милый, мы уже почти в безопасности. О, Господи! Кажется, мы все-таки останемся живы. Наша маленькая летняя дача стоит на вершине высокой гряды холмов над спуском в долину. По соседству находятся несколько фермерских домиков, самые ближние шагах в трехстах, четырехстах от нас. Забравшись на стул, я звонил в этот ужасный колокол, должно быть, минут семь или восемь. Как вдруг ставни с наших окон были сорваны снаружи, в окно кто-то просунул ярко горящий фонарь и хриплым голосом спросил, «Что тут за дьяволщина такая творится?» В окно просунулись чьи-то головы, чьи-то глаза ошалело уставились на мою ночную сорочку и боевые доспехи. Я выронил колокол и в смущении соскочив со стула сказал, «Ничего особенного не творится, так только немножко беспокоимся из-за грозы. Я тут пробовал отвезти молнию». «Гроза? Молния? Да что вы, Маквильямс, рехнулись что ли? Прекрасная звездная ночь, никакой грозы нет!» Я выглянул в окно и так удивился, что сначала не мог выговорить ни слова, потом сказал, «Ничего не понимаю, мы ясно видели вспышки молнии сквозь занавески и ставни и слышали гром». Один за другим эти люди полились на землю, чтобы отхохотаться. Двое умерли, один из оставшихся в живых заметил. «Жалко, что вы не открыли ставни и не взглянули на верхушку вон той высокой горы. То, что вы слышали, была пушка, а то, что видели, вспышки выстрелов. Видите ли, по телеграфу получено сообщение как раз в полночь, что Гарфилд избран президентом. Вот в чем дело». «Да, мистер Твен, как я уже говорил вам, сказал мистер МакВильямс, правила предохранения человеческой жизни от молнии так превосходны и так многочисленны, что я просто понять не могу, как это все-таки люди ухитряются попасть под удар». Сказав это, он захватил свой саквояж и зонтик и вышел, потому что поезд подошел к его станции.